Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Сегодня вы увидите Крутишь педали, получай медали Сезон велосипедного спорта открыт Борись и побеждай Рязанцы вновь доказали свое мастерство в греко-римской борьбе Греко-римская борьба или по-другому классическая борьба Представляет собой европейский вид единоборства В котором сходятся в схватке два участника Основная задача каждого спортсмена С помощью ряда различных элементов и приемов Уложить своего противника на лопатки Сегодня греко-римская борьба является одним из самых популярных видов единоборств В нашем городе классическая борьба процветает Женская сборная команда по спортивной борьбе вернулась после выступления на втором этапе Седьмой летней спартакиады учащихся, прошедшей в конце апреля И вернулись все девушки из подмосковного Раменского в ранге бронзовых призерок этого турнира Все они занимаются в спортшколе Антей Анастасия Кондакова заняла третье место в весовой категории до 46 килограммов Нина Романова в категории до 52 килограммов Олеся Орлова до 56 килограммов А Ирина Смышляева в весе до 70 килограммов Девочки все были сильные, у них была хорошая подготовка Где-то что-то получилось, где-то нет Но помогло все-таки мне настрой и вера в меня моих тренеров Первая встреча у меня была, я вообще девочку не почувствовала Я за полторы минуты сделала, ну, здесь победила ее, там 10-0 был счет Со второй девчонкой, со сборной командой страны, вот, она на России в тройке Мы с ней боролись полностью два периода Я ей отдала всего лишь 5 баллов, но тяжело было бороться Я, ну, постаралась, конечно, но не получилось еще, не столько опытная я То есть не хватило просто соревновательного опыта, да? Да, соревновательного опыта, потому что тренируюсь мало всего лишь, тренируюсь год Мы готовились месяц, каждый день были интенсивные тренировки Ну, и расслаблялись, там, в баню ходили, кроссы бегали Вот, а как я отборолась, у меня было 4 схватки Первый период, ой, первая схватка мне досталась очень легко Я сразу выиграла девочку на туше А вторая схватка длилась два периода Первый период я ввела в 2 балла, а второй период я проиграла с отрывом в 1 балл Было сложно чувствоваться, что она сборница, а я пока только первый взрослый разряд Тяжело было И дальше два поединка как сложились? Ну, два поединка, в третий тоже я выиграла на туше А вот четвертый я тоже вышла бороться в сборнице за первое-третье место И я допустила ошибку и проиграла Надо сказать, что сама по себе женская борьба вольного стиля довольно молодой вид спорта В нашем регионе женская борьба получила развитие чуть более пяти лет назад Когда появилась профильная федерация Однако, как сообщают тренеры, проблем с набором в секцию совершенно нет А вот результаты на всероссийских соревнованиях уже есть Женская борьба по своему стилю похожа на вольную борьбу Здесь в арсенале у спортсменок есть подсечки, подножки, захваты за ноги А в партере допускается переворачивать соперник на спину, используя для этого любые захваты или обхваты Несмотря на то, что все-таки борьба, казалось бы, это мужской спорт Но на самом деле, это вольная женская борьба Там не требуется такой физической силы, как вот ребятам Поэтому это больше как робатики и гимнастики Девчонки больше у нас, ну, больше похожи на девчонки, которые занимаются гимнастикой Я связываюсь в дальнейшую жизнь со спортом, так как я хочу поступать в МВД, где нужна хорошая физическая подготовка И все достижения спорта там хорошо оцениваются и учитываются В следующем году у меня будет одиннадцатый класс Если я покажу результаты, конечно, я буду идти по борьбе А если нет, то все равно будем стараться, чтобы идти по спорту, чтобы тренироваться, чтобы результаты показать Я после девятого класса пойду в кадетский класс, а после одиннадцатого класса я пойду в АПО Там приветствуются очень спортивные девочки и все остальное Есть еще достижения у Рязанской школы греко-римской борьбы Наши борцы завоевали две медали на чемпионате России в Владимире Среди спортсменов с нарушениями органов слуха Оба являются воспитанниками спортшколы Антей Алексей Воронов занял второе место в весовой категории до 59 килограмм А Иван Никоев в весе до 66 килограммов стал бронзовым призером Тренируют спортсменов Валерий Николаевич Хабаров и Петр Тимофеевич Грошев Я начал сотрудничать с 18-й школой Там маленькую комнатку оборудовали под зал борьбы И там дети занимались на протяжении ряда лет Но потом получилось так, что уже спарринг не получается И роста никакого не будет И мы их привлекли заниматься на базе Дворца детского творчества В спортшколе Антей Сейчас они занимаются Всего у нас занимается где-то примерно человек 15 Маленькие ребята буквально 2005-2006 года рождения Вот регулярно приходят, приводят родители, дедушки, бабушки Первым воспитанником спортшколы Антей, который стал показывать высокие результаты Стал Алексей Воронов Он занимается греко-римской борьбой уже больше 15 лет За это время успешно выступал на многих турнирах Среди которых чемпионаты России, Европы и даже мира Сейчас Алексей работает тренером Я занимаюсь с детьми Глюхим Глюхи в школе номер 18 Я с ним, с ребятами работаю Показываю технику борьбы, разные приемы Мне нравится работать тренером Вместе с Тимофеем Кроссов Помогаю, вот так показываю приемы Мне нравится работать Наиболее перспективным спортсменом тренеры считают Ивана Никоева В феврале Иван стал победителем первенства России И эта победа дала Рязанцу право выступить в октябре на молодежном первенстве Европы по грех-римской борьбе Но основная цель это, конечно, попасть на Сурдо-Олимпийские игры 2017 года И все же лето это самое замечательное время года Чего только стоят прогулки на свежем воздухе А вот если не просто гулять, а, например, ездить на велосипеде То можно не только получить удовольствие, но еще и сжечь пучу калорий Настоящие велосипедисты открыли сезон А подробности в нашем следующем сюжете В современности велосипедный спорт Это одна из наиболее популярных форм двигательной активности Сколько людей на планете крутят педали во время передвижения на Земле Не поддается никакому подсчету История велосипедного спорта возникла сравнительно недавно В конце 19 века Однако человеку давно пришла в голову мысль Что передвигаться на колесах можно посредством собственной мускульной силы Одновременно во многих странах Западной Европы Стали появляться повозки, коляски на двух, трех, четырех колесах Которые приводили в движение посредством собственного усилия Тогда же и в России появился велосипед Крепостной мастер Ефим Михеевич Артамонов На Нижне-Тагильском заводе соорудил двухколесный самокат Примечательно, что на своем устройстве он проехал 5000 километров Добрался до Петербурга, где царь Александр I освободил народного умельца от крепостной зависимости Официальной датой начала участия велосипеда в соревнованиях Считается 31 мая 1868 года В этот день в одном из парков пригорода Парижа Сен-Клу Стартовала первая в мире велосипедная гонка на 2000 метров Когда проводилась первая Олимпиада в Афинах, был специально построен трек Во многом он соответствовал современным нормам В первых играх, состоявшихся 8 апреля 1896 года Принимали участие спортсмены-велосипедисты из пяти европейских стран В программу входило пять видов гонок с помощью трека И одна гонка совершалась по дорожному шоссе Сейчас велосипедный спорт включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, по шоссе, пересеченные местности и маунтинбайк Велоспорт также является частью такого вида спорта, как триатлон Занимаются велогонками и в Рязани Но два с половиной года назад я пришел сюда совершенно случайно Я на любительском уровне занимался, а потом выиграл городские соревнования Ну и мне уже тренер подошел, сказал, что можешь приходить заниматься И вот сейчас я дошел до уровня чемпиона города, чемпиона области И вхожу в состав сборной Рязанской области по велоспорту, маунтинбайку Но городские и областные соревнования мы посещали Вот буквально две недели назад было первенство Рязанской области, где я стал победителем Ну а так еще стараемся выезжать на всероссийские соревнования осенью Когда уже форма получше набирается за лето Ну а там уже боремся, стараемся попасть в десятку Ну пришел тоже как бы случайно в интернете, нашел соревнования Ну это решил приехать, проверить у себя Попал в тройку, ну и тренер позвал меня Вот все нравится, сейчас только тренироваться самое главное И участвовать, и победать Профессионально я начал заниматься лет, наверное, с 12 Мне больше нравится кросс-кантри маунтинбайк Ну как бы интереснее, чем шоссе Почему? Ну шоссе это едешь по дороге, однообразное А маунтинбайк это пересеченная местность, горки, спуски Опасные места, это и привлекает Спортивные медики считают, что занятие велосипедным спортом Прекрасно тренируют сердечно-сосудистую систему У велосипедистов экстра-класса отмечаются очень высокие показатели потребления кислорода И один из самых низких уровней частоты сердечных сокращений Помимо этого, как сообщают физиологи, занятия велосипедным спортом очень полезны для снижения веса Увеличение количества липопротеинов в высокой плотности И снижение количества липопротеинов в низкой плотности в крови Улучшаются биохимические процессы, протекающие в организме Что помогает снизить шансы заболевания диабетом Спортсмены из других видов спорта, чтобы сохранить хорошую физическую форму Уже давно обнаружили, что изда на велосипеде помогает им улучшить общую выносливость Я работаю и зимой, и летом, и осенью, и весной Вот, как бы зима у меня это лыжи основное, палеотлоны, многоборья Вот, а летом мы вот катаемся на велосипедах, поддерживаем как бы форму Вот, и как бы начали поддерживать форму И дошли до того, вплоть, что начали выступать на чемпионатах России по велосипедному спорту Кросс-кантри Начали выступать сначала кросс-кантри Перешли на шоссеры Вот, по шоссеным гонкам мы в том году выиграли Москву Вот А по кросс-кантри на России были вот седьмые Седьмое было так вот Велосипедные гонки, несмотря на свою видимую простоту, требуют от спортсмена высокого уровня подготовки Интенсивные тренировки распределяются в направлении работы над техникой, над укреплением общей выносливости и силовой выносливости Любой спорт дает организованность, волю к победе, силу духа, участие, организовываться в учебе Почему? Вот я читаю когда статьи про художественные, у меня девочки из гимнастики приходили Они к семи утра приходили на локомотив, и Даня сейчас так же приходит Потом с бабушкой идут, потом бабушка в школу Потом школа опять на вторую тренировку, на третью У нас то же самое, спорт дает организованность И почему? Многие спортсмены сейчас, и борцы, и футболисты, и лыжники, и велосипедисты Кто магазин, кто бизнес открыл Люди организованы, умеют терпеть Потому что спорт это терпение Велоспорт, являясь полностью аэробным упражнением, укрепляет сердце, легкие и мышцы ног Однако есть и минусы Считается, что занятия им не способствуют развитию мышц туловища и плечевого пояса В этом велоспорт схож со скоростным бегом на коньках или скоростным спуском на лыжах Поскольку в той же степени укрепляет мышцы ног Сейчас в любом тренажерном зале обязательно присутствуют велотренажеры Но тем не менее, вряд ли они могут стать абсолютной заменой велосипедам Ведь польза пользой, а покататься в хорошей компании на свежем воздухе – еще и удовольствие Кстати, считается, что велосипедный спорт весьма травмоопасен Поэтому стоит помнить, что не только велосипедные гонки за призы Но и просто езда по улицам города требуют предельной осторожности и концентрации Особенно это важно для юных участников дорожного движения С 28 по 30 апреля в детском оздоровительном центре «Солнечный» прошел областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» В этом году 39-й по счету конкурс был посвящен великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне На конкурс прибыло 27 команд из разных уголков нашего региона В состав каждой команды входят две девочки и два мальчика в возрасте от 10 до 12 лет Здесь в игровой форуме дети получают необходимые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах нашей области Участники стремились показать все свои знания, проявляли волю к победе для того, чтобы именно их команда стала лучшей По итогам соревнований третье место заняла команда Михайловского района, вторыми стали ребята из Скопина Победителем конкурса стала команда Кораблинского района Эти ребята во главе со своим руководителем Александром Воеводиным будут защищать честь Рязанской области на всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо», которые пройдут в июне 2015 года в Краснодарском крае И на сегодня это все Будьте спортивными, будьте здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин